Багаевский район расположен в центральной части Ростовской области, основан в 1924 году. Площадь – 950 квадратных километров, численность населения – почти 34 тысячи человек. В составе – 5 сельских поселений. Районный центр – станица Багаевская, расстояние до Ростова-на-Дону – 76 километров. Граничат с Зерноградским, Веселовским, Семикаракурским, Уздонецким, Октябрьским, Оксайским и Кагальницким районами. В основе экономики – производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Считается, что Багаевка основана в 1648 году. На этот счет есть решение войскового круга от 6 февраля. Казаки рассматривают возможность постройки городка на Багаевском острове, недалеко от устья речки Багай. В 1688 году Багай фигурирует в списках разоренных русскими войсками городков-старообрядцев, а в 1707 – в описании восстания Булавина. В те времена основным занятием казаков были земледелие и скотоводство. Удобное расположение на берегу Дона и плодородие земель способствовало бурному росту торговли и развитию станицы Багаевской. Багаевский район сегодня знаменит бескрайними песчаными пляжами, охотничьими угодьями, всегда удочной рыбалкой, но главное – огурцами. Этот хрустящий зеленый овощ для багаевцев – источник дохода и вдохновения, предмет гордости. Куда не кинешь взгляд, везде наткнешься на теплицы, которые здесь называют балаганами. Жить в Багаевском районе и не выращивать огурец невозможно, уверены местные жители. Секрет успеха огуречного дела – плодородная земля Донского левобережья и особый микроклимат. Мы с рождения, родители наши занимались огурцами, и мы тоже. Жить на такой земле и ничего не сажать, привыкли мы просто. И мало кто знает, что в начинках гамбургеров самых крупных и популярных сетей фастфудов – те самые багаевские огурцы. Маринованными ломтиками кафе быстрого питания от Калининграда до Владивостока снабжает один-единственный завод, который находится в Багаевском районе. Агромьюк выращивает зеленый овощ под имеющиеся контракты. Собранные огурцы сначала отправляются в бочки на ферментацию, а через 30 дней – на переработку. Сотрудники цеха вылавливают их из рассола и перебирают. Некрасивые отправляются в утилизацию, красивые – на ленту для нарезки. Порезанные огурчики складывают в вакуумные пакеты, заливают маринадом и отправляют в Москву. Оттуда багаевские овощи расходятся по всей стране. В день здесь перерабатывают 20 тонн огурцов. Когда мы огурец рассаливаем, он проходит процесс нарезки, перед упаковкой добавляется маринад. И порядка у нас 12 клиентов, и у каждого слой маринад. То есть рецепт у каждого слой. Но Багаевский район – это не только край теплицы огурцов. Благодаря почвенно-климатическим условиям и оросительным системам на полях района всегда хорошие урожаи пшеницы, ячменя, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и других сельхозкультур. Сейчас в разгаре уборка зерновых. Под урожай 2021 года посеяно больше 30 тысяч гектаров озимой пшеницы. Валовый сбор уже составил больше 50 тысяч тонн. Сейчас на зерновых уже прогноз почти известен. Как бы, ну, косить еще очень много, в районе 60 центров идет. Как бы, хорошо. Было когда-то лучше немножечко. Было и 70 у нас. Ну, нормально, нормально. Пшеница очень хорошая. Мы на буха уплываем. И хотим, чтобы нам, он так, как бы, старателям и труженикам нашей земли хоть чуть-чуть помог. В разгар уборочной страды кипит работа и на Багаевском хлебоприемном предприятии. Мощности элеватора позволяют одновременно хранить до 35 тысяч тонн сельхозкультур. Модернизация причального комплекса протяженностью 180 метров позволила швартовать два грузовых судна в одно время. В год здесь переваливают на экспорт 400 тысяч тонн продукции. Проведена реконструкция. Построена селоса объемом 10 тысяч тонн, каждая по 3 тысячи тонн с половиной. И чем это удобно? Тем, что можно как зерновые, так и зернобобовые хранить в напольных складах. Тем самым увеличивается и объем продукции, которую необходимо хранить, и ассортимент. Багаевский район – один из немногих в области, где выращивают белое золото дона рис. Самый северный в мире, который пользуется спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынке. Горячая пора для рисоводов наступит в сентябре, а пока аграрии обрабатывают и подкармливают чеки, специально залитые водой поля, где выращивают рис. Рису вот эта жара не страшна, наоборот, в принципе, вода есть, температура есть, ничего страшного. Единственная была проблема, что был май холодный, начало, и немножко была проблема со всходами. А так, в целом, перспективы хорошие на урожай. В Багаевском районе развернуто первое и пока единственное в стране производство безалкогольного вина. Изготавливать напиток богов без градуса владельцы винодельни не планировали. Но два года назад виноград уродился очень сладким, а много сахара приводит к избытку спирта. Чтобы решить проблему, приобрели специальную вакуумную установку, которая снижает содержание алкоголя в напитке вплоть до полного отсутствия. Винодельни в Станице Маночской 11 лет. Ее владелец Юрий Малик сделал ставку на производство эксклюзивных вин из местных автохтонных сортов винограда и не прогадал. Донское вино по достоинству оценили не только в России, но и во Франции. Его можно найти в меню у ресторанов Парижа и Бордо. Винодельский район – это уникальный винодельский район, аналогов которого мало в мире. И по ряду причин виноделье здесь пришел полный упадок. И вот мы пытаемся возродить и на своем примере показать, что здесь могут делаться по-настоящему элитные вина. Особое внимание в районе развитию социальной сферы. В Красненском сельском поселении в разгаре возведение учебного блока начальных классов на 100 мест. Строительные работы планируется завершить до конца октября. Здесь будут расположены учебные классы, гардероб, столовая, спортзал, медицинский кабинет. Необходимость была в том, чтобы убрать вторую смену, потому что мы учимся в две смены, так как школа рассчитана на 129 мест, а обучается 222 ребенка. В старом здании школы у нас сейчас ведется ремонт трех кабинетов, так как мы участвуем в национальном проекте «Точки роста». Это кабинет химии и биологии, кабинет физики и шахматная зона мы расположим в отдельном кабинете. А жители Саницы Багаевской ждут открытия нового детского сада «Радуга» на 220 мест. Его строительство началось 7 лет назад, но в процессе пришлось корректировать проект и менять подрядчика. В июне этого года долгострой был введен в эксплуатацию. В «Радуге» созданы комфортные условия, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть компьютерный класс, модульная мебель, тренажерный, физкультурный и музыкальный залы. На сегодняшний день у нас уже завершающий этап. Я готовлю документы к лицензированию. Как только мы получаем заключение, проходим лицензию, мы начинаем уже открытие детского сада и готовы будем принять своих детишек. В Станице Манычской в минувшем году свои двери для пациентов распахнула модульная врачебная амбулатория. Старое здание было построено более полувека назад и пришло в полную негодность. Новое медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Прием ведут врач-терапевт, педиатр, акушер и стоматолог. Есть палата дневного стационара, работают процедурные, приливочные и физиотерапевтические кабинеты. Проходит вакцинация, предварительно мы проводим запись. И после того, как мы наберем определенное количество людей для вакцинации, выезжает у нас выездная группа, выездная бригада. И здесь, в условиях амбулатории, мы проводим вакцинацию. Не забывают в районе и о благоустройстве территории. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразился центральный парк станицы Багаевской. Высажены деревья и кустарники, установлены автополи и в дорожке с новым покрытием оборудований для игр. А каждую лавочку украшает Багаевский бренд «Огурец». До 27 сентября подаем заявку по участию инициативно-бюджетированию. Хотим принять, где построить. В пределах двух миллионов это будет стоить. Построить на той части и еще добавить ко всему футбольно-волейбольную площадку. В минувшем году преобразился и стадион станицы Багаевской. Спортплощадка у местных жителей пользуется большой популярностью. Но не хватало беговой дорожки. Проблему удалось решить благодаря проекту инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». На обустройство дорожки и ограждения вокруг стадиона было потрачено почти 4 миллиона рублей. Жители сами выбрали эти два проекта. То есть эта инициатива вся исходила полностью от жителей нашего поселения. То есть они хотели давно, чтобы в любое время года можно было заниматься спортом. Даже есть пенсионеры приходят заниматься. То есть разные возрастные категории граждан. Все бегают? Нет, кто-то бегает, кто-то ходит. Сейчас очень модно стала скандинавская ходьба у нас. Когда у нас лыжные палочки и вперед. Еще один значимый объект – дорога, которая связывает хутора Краснодонский и Белянин с Багаевской. И очень важна для развития инфраструктуры района. В магистрали включена в нас проект «Безопасные и качественные дороги». Капитальный ремонт разбит на три года и обойдется в 145 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Те, кто проезжает по трассе Ростов-Волгодонск, не могут не заметить величественный храм, возвышающийся над станицей Маночской. Он был построен в 1905 году. Возводили, что называется, всем миром. Казаки рыли фундамент, клали кирпич. Женщины шили вранство и одежды. За свою историю храм пережил немало. В 1941 году с него сняли колокола, а после войны святилище превратили в склад. Долгое время здесь царило запустение. Сейчас собор действующий, идут реставрационные работы. И местные жители надеются, что совсем скоро увидят его в полной красе.